АПЛОДИСМЕНТЫ Мария подобрала стихи, говорит, было для кого стараться, ведь сегодня в зале не только представители ветеранской организации, но и те, кто помогает держаться на плаву. И глава помогает, и завод по возможности помогает тоже. Труженикам тыла и фронтовикам они в день победы нам по 600 рублей дали на человека. Их сегодня 406. Многие уже не могут самостоятельно двигаться. Кто еще в силах, помогает совету. Первым их поздравляет и дарит подарки управляющий директор Полевского креолитового завода Дмитрий Мухин. Руководство предприятия, несмотря на то, что завод сегодня в непростом положении, не забывает о своих подопечных. Это замечательно, что у нашего завода есть такой коллектив. Коллектив, которому всегда можно прийти за советом, у которого можно спросить, как нам дальше жить и как нам дальше работать. Всегда в ногу с ветеранской организацией идет и профсоюзный комитет. Сегодня 8 самых ярких активистов награждают грамотами областного горно-металлургического профсоюза России. Награды высокие, но наши ветераны, отмечают профсоюзные лидеры этого, несомненно достойны. Постоянно помогали им, как материально, так и морально. Значит, постоянно, значит, через колдоговор, при заключении коллективного договора, значит, те вопросы, те проблемы, которые у них, значит, были. Мы старались, значит, их включить в колдоговор, как о оказании материальной помощи, так и об оказании путевок санаторно-курортных. Мы помним о них тогда, когда они работали. То есть, их хорошие качества. Стараемся, то вот тут мы как-то организовали поездку экскурсионную в Екатеринбург, водили. Значит, они у нас являются, мы, они наши, они такие же члены профкома, они являются членами ветеранской организации и членами профсоюза. На праздник всегда приходят только самые лучшие друзья. У ветеранской организации за 55 лет появилось их немало. Помощник депутата Государственной думы Зелимхана Муцоева Марина Соколова сегодня тоже не с пустыми руками. Грамоты и подарки для друзей должны порадовать людей преклонного возраста. Мы уже дружим 15 лет. В течение этих 15 лет сам депутат Зелимхан Аликович и я, как помощник, очень тесно общались именно с этой общественной организацией, как, собственно говоря, с многими другими в городе Айполевской. Но эта организация всегда отличалась какой-то вот такой активностью. И мы ежемесячно, у нас было принято так, ежемесячно с ними встречались. Я отчитывалась о работе депутата, они свои проблемы передавали. И действительно, 15 лет дружбы, 15 лет, я удивляюсь, их молодости, их гражданской активности. Глава города в своем поздравлении отметил, что за 55 лет существования ветеранской организации уже нет той страны, как раньше, но есть город, который развивался и строился в том числе и благодаря этим людям, за что им сегодня особая благодарность. Всегда, когда выхожу, встречаюсь с кредитчиками. Всегда определенное волнение, где бы ни встречались, на торжестве, на частых встречах, которые у нас происходят постоянно. И ловлю себя на мысли, что мне нравится. Разговор у нас чаще всего происходит достаточно жесткий и требовательный. Но наряду с кредитами всегда есть добрые слова поддержки, понимания и простой человеческого доброты. Годы идут, сил у ветеранов остается все меньше. Печаются пожилые люди о том, что молодежь общественной работой заниматься не хочет. Новых членов организации практически не появляется. Теперь и праздники они уже не встречают, как раньше. А потому сегодняшнее мероприятие для них – это еще один повод расправить плечи, надеть все самое лучшее и пообщаться со своими друзьями. Мы отмечали раньше и к Новому году, и к 8 марта, и к Дню пожилого человека, и в общем много. А сейчас мы только отмечаем День Победы и День пожилого человека. Потому что трудно, потому что руководители, они с нами больше 10 лет прозанимались, и потом им некогда. У них появились внучата. Наталья Рожкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.